слава иисусу христу слава нашему спасителю господу богу всемогущему хвала и слава приветствую всех вас дорогие друзья братья и сестры приветствую именем господним именем иисуса христа доброе утро всем благодать благодать божья аллилуйя благодать да умножится в познании сегодня господа иисуса еще глубже в него погружаемся этим утром ныряем в океан божьей любви просто с головой ныряем в этот бездонный прекрасный восхитительный океан удивительнейшей божьей благодати божьей любви да я всех слов не помню там вот эта песня мне запомнился до припев океан божьей любви а эту песню любви океан божьей любви нет начала в нем и нет конца океан божьей любви безусловно любви безусловно любви безусловно любви отца эта песня варит небеса не помню вот ну хорошая очень песня христианская мне так нравится но вот припев он повторялся много раз и он так запомнился мне сразу прям вот замечательные слова такие аллилуйя и я не певец но очень люблю славить господа иисуса очень люблю воспевать песни христианские слава богу прославлять бога еврейские песни там где славится господь разные стили разные народы разные традиции культуры очень люблю славить господа вот и сегодняшним утром благодарю бога за милость его за спасение я приготовил чашу у меня здесь виноградный сок и у меня хлеб вчера принесли батон мне вот и я вот его и кушаю так вот и вот использую для тоже хлебопреломления причастия вот поэтому возьмите себе тоже хлебушка неважно какого там ржанового какого там квасный бесквасный когда церемониально совершается все это литургийно там совершается там в храме там в церкви молитвенном доме костюля там конечно там как вот устав там у вас там положен какой то как бы такого и держитесь я тоже бываю в разных церквях где там причастие совершается и пресными хлебами и квасными там и и вино и виноградный сок там и всякие и причастие такие со слезами на глазах насчета насчет или же с радостью с танцами песнями плясками пред богом или же там длинные многочасовые литургии или очень коротенько так разные очень традиции в христианстве за два тысячелетия выработано на самом деле просто потрясающее огромное количество вот таких различных как бы литургии там форм служения богу до в разных культурах и даже в таких довольно закостенелых там от наших православных традициях взять примеру тоже до взять примеру африканские православные сегодня утром смотрел но перед трансляцией как раз вот вот просматривал православные вот эти служения и молитвы там в африке африке у черных братьев наших православная церковь да но там танцы у них там все они просто без этого вообще не представляют себе служение богу никакому не ложным богам не истинным богом то есть невозможно себе представить черного который бы не танцевал бы там и не восклицал бы вот и в общем то да да и библейски братья если в основном то в христианстве мы исходим из чего за два тысячелетия чаще всего христианство формах поклонения богу служение богу исходит из как бы ну нужд населения из культуры с культурных соображений политических религиозных разных соображений в какой культуре допустим чаще всего мы исходим с того что какой культуре допустим что принято больше вот как почитать там богов там принято допустим в разных народах вот и как бы и христианство приходя в разные народы вот как бы вот это все как бы использовала и использует как правило и поэтому вырабатываются такие национальные такие формы определенных поклонений и служение богу уже истинному богу да творцу неба и земли но из библии из божьего слова мы с вами видим также и и это архиважно то как богу нравится самому собственно богу нравится то есть чаще всего христианство исходит из того и православное и католическое протестантское неважно какие ветви там множество и вне разные есть ветви на древе христианства сегодня тысячи ветвей различных живых не совсем живых порой и отпадших тоже немало не верим знаете ли но засыхающих там увядающих надломленных таких полным полно тоже на древе к сожалению буря довольно проходится прошласть и проходятся очень так вот хорошо на по древу христианства да роман пишет снова приветствуется да слава иисусу христу витаю пастор сергий благослови вас всемогутний бог аллилуйя аминь вот и друзья вот я сейчас в этой молитве вот в этой трансляции хочу сказать о том что есть как бы то что нам нравится да вот а есть то что нравится нашему господу богу всемогущему творцу неба и земли всего видимого и невидимого вот и это удивительно конечно ему нравится много порой из того что нам так особенно как бы так и не нравится по человечески честно говоря и наоборот порой ему не нравится то что то что нам нравится вот и все таки реформация на мой взгляд как раз именно именно реформация деформация это отход как бы да деградация а вот реформация это значит восстановление покаяние исправление работа над ошибками и вот реформация заключается в данном вопросе именно в молитве в богослужении вообще в служении именно возвращение к тому что нравится богу Даже если это нам не нравится Даже если это противно нашему естеству И нашей культуре И нашим представлениям всем религиозным Да, это так Вот И даже если это, например, отказ от многих вещей, которые нам нравятся Да, даже очень сильно нравятся, допустим Которыми мы, может, всю жизнь живем Но, читая Божье Слово, мы видим, что это не нравится Богу И, знаете ли, конечно, если смотреть на то, что мы оставляем То, от чего мы отказываемся Нам дорого и любо это Вот мы смотрим на это То, конечно, отказаться будет очень сложно Да и невозможно, наверное Потому что, когда смотришь на то, что оставляешь То, ну, это как бы пленяет тебя Ты любишь это Ты еще больше рассуждаешь об этом И больше влюбляешься в это И оторваться от этого невозможно Единственный такой выход, как бы, да Как оторваться от того, что не нравится Богу Смотреть на Бога самого Влюбиться в Него Влюбляться в Него Постоянно влюбляться Влюбляться в Него Вот, эту любовь подогревать в себе И восхищаться Господом Взирать на Него Тогда оставление того, что ему не нравится Оно будет безболезненным Это не только касается там Литургийного какого-то там Да Богослужения там Значит там Не только касается там Религиозных там Обрядов, традиций Нет Это касается всего вообще Всего Я думаю Опыт Миллионов Миллионов верующих За эти два тысячелетия Он очень это наглядно показывает На самом деле Что так и есть Вот Поэтому Взираем на Христа Взираем на нашего Господа Влюбляемся в Бога нашего Нашего любимого папочку Папу Отца нашего На небесах Иегову Творца неба и земли Всего видимого Невидимого Эль Шадай Более чем достаточный Бог Он Наше знамя Он наше исцеление В Боге все есть И действительно Вот я тоже На своем опыте христианском Уже все таки больше 30 лет Несу служение Православного Священнослужителя Церковного служителя Конечно Уже опыт есть определенный И традиционного Православного служителя Там Менее 10 лет Был опыт моего служения Церковного православного В русской православной церкви И потом уже Чуть больше 20 лет Служение Обновленческое Реформаторское служение Мое Нынешнее Но знаете Друзья Вот за Все время Своего церковного служения Священнослужения Как православный Священнослужитель Я замечал А последние 20 лет Я общаюсь с разными верующими И чем дальше Тем больше Я уже знаком На сегодняшний день Там наверное Ну Сотнями разных Ветвей христианства От ультра Супер Гипер Консервативных До супер Открытых Либеральных С разной теологией Настолько различных Что Порой Если Оба полюса Посмотреть На крайности Да То можно даже Как бы Искать Ну это же Разве это христианство Вообще Вот да И недаром Порой Среди христиан Такие бытуют Такие даже там Взаимные там Упреки Что вот Ты даже и не христианин И вы и не христиане И некоторые ветви Допустим Даже вообще христианским Порой Вот основная масса Как говорится Трудящихся христиан Не воспринимает А я каких-то Не христи там Воспринимает их Но Действительно Нас объединяет то Что мы Если мы Христиане Да Вот Дать определение Христианин Нас объединяет то Что Мы верим Что Иисус Это есть Это он И есть Тот самый Христос То есть Иисус Это и есть Настоящий Подлинный Истинный Христос Машиах И Ишуа Это и есть Тот самый Машиах О котором Говорили пророки Начиная с Моисея Вот Который был Дан В обетованиях Еще Нашей Прабабушке Нашей Еве Вот И Начиная с Моисея Пророчествовали Вот О грядущем Избавителе Пророке Вот И Который был явлен миру Два тысячелетия назад Явление Христа Народом Да Явление Света Народом Божьего Света Вот о чем Как раз Читаем Эти дни Из Евангелия От Иоханана Или Или Иоанна Или Просто Ивана Ивангелие от Ивана Вот Такое Старое Древнее Доброе Еврейское Имя Иоханан Или Иоанн Или Иван Такое Сокращенное Ну Джон В английском Да Джон Оригинально Да Иоханан И это Имя Древнее Еврейское Доброе Такое Очень хорошее С прекрасным Смыслом Имя Вот Иоанн Пишет Здесь В этом Евангелии В этой Благовести О чем Как раз И размышляем Вот эти дни Слово Стало Плотью И обитало С нами Полное Благодати И истины И мы Видели Славу Его Славу Как Единородного От Отца Это Был 14 стих А 18 стих Той же Первой Главы Иоанна Бога Не видел Никто Никогда Единородный Сын Сущий Внедре Отчим Он Явил Дамы и господа Братья и сестры Именно Иисус Явил Бога Моисей Иногда Проявлял Бога Конечно Иногда Он являл Бога Народом Израилю Другим Народом В Египте Проживало Множество Народов Представители Очень многих Народов В Египте Проживали И тогда Вот 3331 Год назад Как раз Накануне Исхода Решающего Такого Окончательного Выхода Из Египта Да Вот Через Там Пару месяцев Будем отмечать Мы как раз Песах Пасху Исход Да И по Исчислению От Пасхи Да 3330 Лет прошло 3331 Год Вот Наступает Скоро Уже Потому что Исчисление лет Мы ведем Как от И месяцев Исчисление месяцев И исчисление времен И исчисление лет Ведем Как от Сотворения мира От сотворения мира На дворе 5779 В самом разгаре С половиной Да Как раз Шестой месяц 5779 Год От сотворения мира А вот От нашего Исхода Исчисление Мы ведем То 3330 Год Завершается Как раз Последний месяц Но Високосный Год Поэтому Два месяца Адара Вот Но это Как бы И один Вот И 12 месяц Получается От нашего Исхода Вот 3330 Года И вот Тогда Когда совершался Исход Знаете Когда Вот В песнях Это воспевается Да Мы вот На Пасху Пели Тоже Вот эту песню Пасхальное Такое Послание Отпусти Мой народ Пасхальное Послание Всевышнего Бога Отпусти Мой народ Выходи Мой народ Иди На свободу Оставь Он Провозглашает Всем Фараона И всем Фараонам Вообще Отпустите Моих детей Отпусти Мой народ И тогда Был Моисей Начальником Исхода Нашего Из царства Тьмы Из рабства Сегодня Начальник Нашего Исхода Из рабства Выхода Нашего В царство Света Из царства Тьмы Является Сам Машиах Сам Христос Иисус Христос Иешуа Машиах Великий Начальник Великого Исхода Который продолжается уже два тысячелетия И всякий, кто призовет имя Господне, спасется Еврей ты, не еврей Не важно какого-то рода, племени, национальности Пусть Бог благословит сегодня всех нас И Иисус действительно явил Бога Не Моисей Он иногда был далеко не на высоте Не Авраам, отец наш Исаак, Яков Другие патриархи, пророки Нет Цари Нет Никто не явил Бога Отец наш, ветхий, будем говорить, Адам Являл Бога, наверное, своим детям, потомкам Внукам, правнукам Рассказывая, являя, как-то Проявляя Бога Нет, никто не смог Новый Адам Смог Иисуса Христа Ишуа Машиаха Библия Нового Завета Называет также Новым Адамом В постанях он называется Новым Адамом Потрясающая картина, друзья Иисус Христос Новый Адам Начальник нового человечества Родоначальник наш Спасибо тебе, Господь И родословие наше теперь, ныне От Иисуса Христа Спасителя нашего Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь Иисус Христос Сын Бога Живаго Слава тебе Аминь Вот И Явление Богоявление Богоявление Есть очень красивое такое слово Богоявление Обычно Вот этим словом Мы называем Если в православной традиции Церковной православной традиции То называем То, что Крещением называется Крещение Водохрещище В украинской культуре называется Крещение Иисуса Христа Когда вспоминается То этот эпизод Как праздник именно празднуется В православной и католической традиции Да и протестанты многие тоже В принципе Продолжают такую Православную, церковную И католическую традиции празднуют тоже крещение Господне, и тоже мы называем Богоявлением. Обычное объяснение такое, что Иисус прилюдно совершал обряд водного погружения, твилы, крещение, как мы говорим сегодня, в русском языке крещение, баптизо, как в греческом языке оно звучало, он погрузился, окунулся, и также, дамы и господа, братья и сестры, там Дух Святой в виде голубя сошел, и голос, голос говорил с неба, и голос провозгласил Иисуса Сыном Божьим, Бог провозгласил этим голосом, голосно, так вот, гласно, провозгласил велегласно, что это мой Сын возлюбленный, голосом Бог проговорил, голос Его слышен был. Вот, и многие богословы, древности еще, как раз вот и называли это явление Богоявлением. Этот эпизод назывался Богоявлением, это событие на Иордане, вот, как победа такая великая, да, вот, Богоявление. Вот, и также, друзья, я вот хочу снова и снова вам напомнить, что когда в Библии Нового Завета говорится баптизо, вот, то, конечно, имеется в виду именно как раз вот, ну, во-первых, погружение в смысле окунания, вот, и, конечно же, там идет речь и о том, что мы называем водным крещением, значит, вела, это погружение, вот это погружение, которое в еврейской религиозной традиции всегда было и до Иоанна, и после, также, вот это омовение совершается, вот, погружение, очищение, как бы ритуальное очищение. Иоанново крещение, оно было связано как раз именно с покаянием, потому что он говорил именно о покаянии, об исправлении, то есть то, что называется, вот, еврейским словом тшува, да, тшува это как возвращение, то есть вернуться к Богу, прийти в себя, прийти к Богу, вот это тшува, тшува. Вот, а в греческой Библии, да, греческий Новый Завет, там говорится слово метанойя. Метанойя означает буквально вот именно, ну, как сказать, изменение сознания, перемена мышления, вот это есть метанойя. Да, слава Богу. Вот, и сейчас я все-таки достану как иллюстрацию, давайте, у меня здесь есть что вам показать. Отец Алексей дал мне здесь, так, вот, супруга его готовила, матушка Галина. Очень вкусно готовит она, и вот здесь вот у меня осталось еще немного огурцов, которые они передали мне, был у них в гостях. Классные огурцы вообще, супер. Я вообще люблю огурчики. Вот, я говорю, часто думаю, надо же, вот, почему камера вот не передает запахи, если бы сейчас вы понюхали бы. Слушайте, какой запах хороший, а. Он немного мутный стал такой рассол, но очень вкусный, я... Слушайте, как? Там и чесночок, и перчик, все-все-все. Сейчас, наверное, еще и подним огурчик, не удержусь. Так, сейчас, наколю я его. О, красавец. Видно вам, да? Да, видно. Сляться вижу. Вот, вот он огурчик. Наколол я его на вилочку. Опа, достал из баночки. Вот, и баптизо. Очень хорошая иллюстрация, баптизо. Потому что, слушайте, значит, малосол греки баптизо не называли. А как пахнет он, а? А, вот это баптизо, я понимаю. Он от своих сородищей погрядки отличается всем вообще. И цветом уже, и запахом. Да, вот я сейчас наколю прям так. О, красавица. Классика. Да, классно. Не только у нас любят огурчики, да? Наверное, многие любят огурчики солененькие, да? Греки древние тоже полюбляли, да? Тоже любили огурчики и прочие овощи там солили. И вот, значит, и в чем ценность огурчика-то соленого? Он просолен. В него вошла эта соль. Весь этот, ну, все, что в рассоле. Здесь всякая травка, чесночок там плавает. Вот, значит, там много специй всяких. И вот этим всем, все, что в рассоле. Рассол очень вкусный, кстати, вот, реально вкусный. Вот такой чесночный, такой травяной, такой вот этот укропный, такой соленый. Обалденный, просто вообще потрясающий. Я просто вообще восхищен, слава богу. Мастерица, да, вот есть вот действительно мастерица. Вот, и еще бы я, если как я бы, я бы еще туда перчиков таких остреньких побольше положил, чтобы оно было такое ядреное, такое. Мощное такое, чтобы было, да. Ну, ладно, я там купил, здесь вот, значит, в магазине в одном, тоже огурчики. Но не такие, просто с солью все. Ну, не очень. Я поэтому там реформировал, добавил туда побольше перчиков всяких. Вот сейчас там стоит у меня, там, в холодильнике тоже там. Ждет своего часа. Когда просолится, дух весь возьмет перечный в себя. Вот, и беру это как иллюстрацию сегодня тоже. Вот, часто такую иллюстрацию я делаю, как раз, и очень хорошая иллюстрация. И у нас в церкви делала такую иллюстрацию. Вот, баптизо в древности, оно означало в то время, во времена Иисуса Христа. До него еще лет там за 200, даже 300 лет. И после него там лет 500, не меньше, уже наши эры, столетия первые эти. Баптизо употреблялось немного по-другому. И значение было слово немного другое. Не как вот в современном греческом языке. Значит, баптизо в смысле окунание. Больше. Акцент сейчас больше на окунании. Разовым таком переживании. Окунулся и все. Но в древности, говорю, что баптизо использовалось в другом значении. Не просто окунание, да, и в таком тоже, но чаще всего в литературе вообще только таким образом встречается. Для обозначения соления огурцов, овощей и также еще прокраски тканей, кстати, тоже. Ну, вот сейчас в данном случае пример солеными огурцами. Соленый огурец у меня как очень хорошая иллюстрация. Вот. Он попал в банки эти. Огурец попал в банку. Попал в рассол этот. И он пропитался. Имеет соль не просто на своей шкурке. Потому что малосол греки баптизо не называли. Малосол и был малосол, да. Но баптизо, баптизский огурец, настоящий баптизский огурец, это что? Это действительно просоленый уже огурец. Имеющий соль в себе. И вот Новый Завет он как раз говорит. Имейте соль в себе. Так что, товарищи огурцы, просаливаемся, не дергаемся, не всплываем. Пребываем в Господе и пропитываемся им. Просаливаемся им. Просаливаемся им. Просаливаемся тобою. Пропитываемся тобою. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Иисус, спасибо. За все спасибо. Благодарю, что свободу мне дал. О, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо. Господь, спасибо. За все спасибо. 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 О, так что вот наша жизнь христианская-то, огуречная наша. Пропитаться им. Пропитаться Господом. Поэтому слова Иисуса и деяния Иисуса. И вот тот эпизод Бога-явления. Ну, сейчас я есть не буду. Ну, сегодня днем, наверное, уговорю. Эти огурчики уже. Вот. Хорошая иллюстрация. И очень важная иллюстрация. Вот. Пока сюда поставлю. Ой-ой-ой. Немножко на пол сразу. Вот так. От греха подальше, чтобы не упала баночка. Да. О, спасибо, Господь. И вот, рассуждая о том эпизоде, вот, Бога-явления, это не просто эпизод погружения в воду с покаянием, как делалось с современниками Иисуса эта церемония. Иисус, Он, Агнец непорочный. Если честно, то Ему и кажется-то было не в чем. Если честно, то Ему и обряд омовения ритуального этого, твилу, и то, совершать баптизу, погружение было не за чем. Если честно. Так, положа руку на сердце. Он лишь должен был исполнить всякую правду. Какую правду? Что за правда? Что за праведность? Что это такое? Что Он исполняет? Что Он показывает вообще на Иордане? За два тысячелетия в христианстве на этот вопрос было множество ответов вообще. Разные богословы в разных ветвях христианства дают и давали очень разные ответы вообще. Чтобы понять вообще то, что происходило там на Иордане, надо еще и чуть дальше углубиться в жизнь Иисуса. Помните, когда Он в 12 лет на Пасху, ну на Пасху ему было уже 12,5 лет получается, да. Как раз перед Бармитцевой. Он был уже взрослый еврейский мальчик, почти мужчина. 12,5 лет получается. Ну да, родился он осенью получается, по-нашему это в сентябре. Вот, Тишри, месяц Тишри. На Пасху, на Пасху, они каждый год были там родители его. Вся семья, дети все, братья и сестры Иисуса. Каждый год они были на Пасху в Иерусалиме, в храме. Это была религиозная, набожная еврейская семья. Вот, и благочестивые люди, слава Богу за Иосифа, за Марию, за их детей. И особенно, конечно, за их первенца Иисуса. За их удивительного первенца, который, конечно, ошарашил. В 12 лет с половиной, когда на Пасху он потерялся, ошарашил родителей, знатоков Торы, учителей, что были в храме. И он сказал слова, что «Разве не знаете, что мне должно быть в доме отца моего?» Конечно, он таким образом избавил Иосифа от неизбежного обмана, потому что он на Бармитву должен был его своим сыном подтвердить это перед людьми. Но он был праведным, и он лгать не мог, ведь он не был, по сути, отцом-то Иисуса. Поэтому, я думаю, к 13 годам у Иосифа была проблема очень серьезная. К 13 годам Иисус, имею в виду. Потому что приближалась Бармитва, и неизбежна была его ложь. Он же не хотел, чтобы Марии убили. Ну, конечно, уже не убили бы, но не хотел этого позора. Он был бы вынужден соврать и прилюдно при Бармитве подтвердить свое отцовство, кровное отцовство. Но Иисус избавил его от этого Бармитва, или Батмитва для девочек, Бармитва для мальчиков. Прекрасный святой обряд, прекрасный обычай. О, сын заповедей, да, прекрасный обычай. Когда мальчика провозглашают уже взрослым, но даже не в этом. Это есть в разных народах похожая традиция, в разных народах. Тоже, и в татарском народе тоже, и в разных народах есть похожая традиция. Вот когда уже мальчика официально, публично называют мужчиной. Инициация совершается, там посвящение, он должен пройти какой-то обряд, Обычное очищение, или, допустим, доказать свое, допустим, мужество, убить какого-то там, не знаю, животное и прочее. Врага там. Вот в разных народах разные есть обычаи, порой очень варварские обычаи. Но бармитсва в еврейском народе, в божьем народе, она отличается очень сильно радикально от всего того, что практикуется похожее, да не то же, да не то же я. Похожее, да не то же я. В других народах. Чем принципиальное отличие еврейской бармитсвы в том, что до 13 лет, получается, мальчик, он растет с родителями, и для него мама и папа это все. Да, ему наставляют, его учат, что есть отец у тебя и на небе, ты должен осознать это, да, что есть Бог, он твой отец, мы лишь земные временные родители твои, а есть вечный твой отец и наш общий отец, что мы твои родители, ты наш сын, но по большому счету мы все братья и сестры, вот наш есть небесный отец. Должны это осторожно, постепенно, постепенно обучать этому, и родители наставлять, и еврейский юноша, мальчик, да, он молился так же. Авинум малкейнум шеба шамаим, отец наш, который на небесах живет Бог наш, вот. Это звучало задолго до Иисуса, это звучит и сейчас, в еврейских молитвах, в седурах записано. Да, и самое основное переживание мальчика, делающего, делающего его мужчиной, согласно еврейской традиции, это не просто там что-то доказать, что-то заслужить, пройти какой-то обряд, там, значит, там, убить какое-то животное или врага, или что-то еще. Нет, это познать Бога как своего Отца и признать Его, а себя как Сыном Божьим. И, знаете ли, больше или меньше, это как раз и проходит красной строкой в обряде Бармитсвы. Знаете ли, Иисус, Иешуа, Он как раз на Бармитсву, перед Бармитсвой Своей, в 12,5 лет, получается, да, на Пасху, Он пред учителями Израиля, это все задекларировал, что Бог мой отец, и я в доме отца моего, родители земные, разве вы этого не понимаете? И потом Он ушел таки с ними, с родителями, но уже ушел как взрослый человек, не как ребенок, не как подросток, как уже мужчина. Мужчина. Настоящий еврей, настоящий иудей, познавший, познающий, провозгласивший и провозглашающий, что Бог мой отец, я его сын. Это потрясающе. И он возрастал в любви, написано, Бога, людей. И удивительно, его погружение в Бога с этого момента стало очень радикальным, пропитывание им. И вот в момент крещения на Иордане, он действительно, вот этот эпизод Богоявления, в чем? Он и Отец одно. Впоследствии Иисус это даже провозгласил официально, публично, на Хануку, на праздник обновления, он в Иерусалиме, в притворе Соломоновом, он это четко предученик, перед всеми, даже перед теми, кто хотел убить его, он провозгласил официально, открыто. Я и Отец одно. Пропитка завершилась, как бы, или она завершается, точнее. Уже подходит к своему концу эта пропитка. Все, полностью, соль во мне, Бог во мне, я в Боге. И вот в этой пропитке, таким очень важным эпизодом был обряд крещения, как раз, и момент крещения на Иордане. Но на Хануку он сказал, я и Отец одно, все, мы одно. Но я в нем, он во мне. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Роман пишет, вы призываете нас, бывших язычников, праздновать праздники, которые имеют отношение только к евреям Песах. Не только к евреям Пасха, это не только еврейский праздник. Дело в том, что на Пасху, на исход, Бог вывел не только евреев. И, во-первых, не все евреи вышли даже, кстати. Для неевреев это будет очень важно. Для всех гоев это очень важный урок. Потому что во многих народах есть такие заблуждения. Но они часто подыгрываются и евреям самими же, тоже, к сожалению. Что, мол, Пасха это чисто еврейский праздник. Нет. Песах, Пасха это праздник Божий, Господний, во-первых. Праздник Бога Всемогущего. А во-вторых, праздник Нас, наш праздник Нас, вышедших из греха, из Египта, из тьмы. Во времена Моисея, 3331 год назад, получается почти, примерно треть всех евреев так и осталась в Египте. Другие историки говорят, раввины, что две трети осталось в Египте. Лишь треть вышла. Но большинство раввинов считает, что все-таки одна треть осталась, отпала неверием. Одна треть. И так и остались они в Египте. Вот это предание древнее еврейское, оно сегодня является уже историческим фактом. Потому что археология полностью подтвердила это. Уже в 19 и 20 веках, в прошлых двух столетиях, археологи это доказали. Подтвердили полностью правдивость еврейских этих преданий. И нелепость христианских верований, что это чисто еврейский исход был. Потому что археологи нашли следы огромного еврейского присутствия. То есть многотысячные поселения огромные. Еврейские поселения в Египте, датируемые временем исхода. И после уже проживавших там евреев, нашли следы после времени великого исхода. Это однозначно подтвердило, как раз, во-первых, нелепость христианских представлений о том, что в многих конфессиях, что это чисто еврейский был исход. И Песах, Пасха это именно еврейский праздник. А во-вторых, это подтвердило правдивость еврейских преданий. О том, что исход это, в первую очередь, праздник Бога. Во-вторых, это праздник веры. Праздник верующих. Потому что за место отпадших неверием евреев, природных ветвей, которые отпали неверием, Бог привил с разных народов, проживавших в Египте, Он привил верою язычников, гоев, разных народов, представителей. Привил, чтобы показать действительно, что это исход, это не просто национальный праздник. Это не просто национальное торжество. Песах, Пасха, исход это праздник верующих. Верующих. Поэтому неважно какой ты национальности, культуры, традиции, религии. Если ты уверовал, то все возможно верующему. Ты прилепляешься к Богу Израиля, ты идешь за Ним, за Богом Авраама, Исаака, Якова. И Он твой Бог. Ты теперь не сирота, ты не оставлен, ты не покинут. Он за тебя, Бог за тебя, и ты за Бога держишься. Слава Богу. Так, евреям Песах. Поэтому Пасха это праздник всех нас, не только для евреев. Пурим. А, Пурим. Пурим это праздник, опять-таки, тоже всех верующих, независимо от национальности, от культуры. Всех, кто признает Библию именно Божьим словом. Пурим это праздник, в первую очередь. Ты можешь быть трижды евреем, из евреев. Но если ты не с Богом Израиля, ты, все твое еврейство, ну, грубо говоря, коту под хвост. Но будь ты эскимосом, чукчей, эвенком. Я проповедовал в таких малых народах, в Заполярье, на Крайнем Севере, возле Северного Ледовитого океана проповедовал. Не раз там, Слово Божье. И, скажу так, и там есть обращенные, уверовавшие, кстати, один раз я в одном чуме, там, Эвенк был хозяином этого чума, значит, благоставлял новорожденного младенца, которому было всего лишь, значит, там, сколько, три или четыре дня, меньше, нет, два или три дня от роду было всего лишь этому. Он только появился на свет. Прямо там, в Заполярье, кругом там мерзлота, пурга такая, значит, снегу там немерено, олени на улице стоят, мерзнут. А там в этих шкурах, вот в чуме в этом, было чудо рождения, родился этот маленький человек. Его назвали Гавриилом. Я поинтересовался, оказывается, всех своих новорожденных они называют библейскими этими именами. Там был Моисей, там был Авраам, там был Исаак, и это были Эвенки, и жена у него, правда, не Эвенка, а, ну, тоже из малых народов, другого народа, тоже малого народа. Вот, и они слушают Библию, у них есть вот такой смартфон, там, значит, записано на их наречии, на читанное Евангелие, и там, да, они вот комментируют, да, это вот начало Евангелия от Матфея. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иякова, они читают, это все, ну, слушают, больше слушают, размышляют, пересказывают друг другу. И для них это история не чужого народа, хотя они и венки там, они там малые народы, но для них это история их народа, потому что они насаждены, они уверовали в Бога Израилева, они из диких, не природных ветвей, но они уверовали и насаждены. Поэтому и Пурим тоже их праздник, не только там. Да, но это выглядит, то есть, ваше утверждение, роман, о том, что Пасха и Пурим это якобы только еврейские праздники, это неправильно. Хотя многие христиане так думают вообще-то. Но это выглядит, как за времен апостолов, уверовавших евреи требовали от язычников исполнить. Если от вас требуют люди что-то исполнять, то это неправильно, конечно, вообще. Вот, и, значит, и я ни от кого ничего не требую, абсолютно. Я даже о своих детей не требую там исполнять такие вещи, нет. Но если я люблю Бога, то я люблю и то, что ему нравится. И если я люблю Бога, то я не люблю то, что ему не нравится. Вот и все. И его праздники я чту, шабаты, субботы, это его дни, поэтому я благодарность Богу. И для меня, как новозаветного верующего, Сына Божьего, возрожденного, для меня это великая честь, это иго, его благо, и бремя его легко. Оно не тягостно. Бремя любви это самое великое бремя, удивительное бремя. Я всем рекомендую обремениться любовью. Аллилуйя. Роман, пишет Закон Моисея, в Библии, в главе Деяния сказано, иначе кому верить. Наша Пасха Христос, аминь, да. И наш Пурим Христос, и наша Пасха Христос, и наш Шаббат, Суббота Христос, потому что Он Господин Христос. Когда мы во Христе, то все Божье, все наше. А когда вне Христа, тогда и Пасха не наша, и Пурим не наша, и Шаббат не наша, и вообще, и все не наше вообще, и Библия не наша тогда. Вот. Так что, читайте до конца. Да, я Библию до конца читаю, и, как Билли Грэм правильно сказал, я дочитал Библию до конца, и, значит, и там, значит, сказано, что все будет хорошо, Господь победит. Аминь. Шалом, Сережа, доброе утро. Инночка, шалом. Речь идет не о истории. Я не утверждаю, что я читаю Библию. Свет, одичин, шалом, благодать умножается. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Да, друзья. Вот. И поэтому даже и причастие, и в Харистии, допустим, это не то, что от нас требуется. Нет, нет. Я не хочу причащаться. Если от меня будут требовать причащаться, я не буду причащаться вообще. Мне это не нужно. А чтобы из-под палки, чтобы это было по требованию. Нет, я причащаюсь по любви. Я причащаюсь просто по любви. Вот. Поэтому для меня, я как новый заметный человек, я этим самым не зарабатываю свое спасение, не освящаюсь, как некоторые, может, полагают. Ну, не только некоторые, к сожалению, многие даже христиане, к сожалению, полагают, что вот это якобы освящает человека. Нет, это все ерунда. Невозможно освящаться этим. Невозможно. Наше освящение – это сам Христос. Вы можете выпить все вино в этом городе и съесть весь хлеб в этом городе, рассуждая о теле и крови Христа, но так и не осветиться, так и не причаститься по-настоящему. Потому что причастие – это сам Христос. Причастие – это жизнь. Бога во мне, а я в Боге. Вот о чем я выше говорил как раз. Бога – человечество. Бога – явление. Бога – явление. Жить как Христос. Жить в Нем, Его жизнью. Он во мне, и уже не я живу. Он живет во мне теперь. Он теперь живет. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Да, время уже… Давайте совершим причастие и уже приступим к работе. Уже мне в 7 часов уже надо приступать к работе. Поэтому вечность впереди, но мы живем во временном измерении, временном пространстве. Поэтому никуда не денешься от времени. И поэтому у меня в 6 часов утра время только вот сейчас ограничено для вот этих молитв, рассуждений. И сейчас над Словом Божьим и причастие также. Вот. Когда нет сока, я просто беру воды, беру хлеба, любого хлеба. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить. Вот. И тем более оно не может нас осветить. Вот. Но что освещает нас сейчас? Рассуждения о теле Христа. Но ведь во время апостола Павла тоже многие рассуждали о теле Христа. И однако же и болели, и умирали даже. Почему? Потому что, почему люди порой и сейчас не принимают Божье вот это вот, ну, обещание, обетование, Слово. Почему? В чем дело? Да просто потому, что половинчатое Евангелие, какое-то, знаете ли, неполное Евангелие, неполное Библия, неполное Слово Божье в жизни человека, а половинчатое. А полуправда бывает хуже, чем ложь даже. Многие христиане, к сожалению, живут такой полуправдой. Я не хочу жить этой полуправдой. Я себя убеждал в этой полуправде тоже некогда в моем христианстве, когда был традиционным священником, я убеждал себя даже в частичной правде. Но ныне я говорю всю правду. Правду и ничего, кроме правды. А вся правда Божья заключается в самом Иисусе Христе, что Он умер за меня. Правда Божья заключается в том, что ранами Иисуса Христа, Его кровью святой, я не только спасен, навеки спасен. Спасен в вечности, но и здесь, на земле, я спасен. Я исцелен, полностью исцелен, благоставлен. Все мои немощи и болезни Он взял на себя. Ранами Его святыми я ныне полностью прощен, исцелен, спасен. Кровью святой Его омыт от всякого греха. Прощен и живу как прощенный человек. Прощен то, что было, то, что есть, то, что будет. Я и Отец Мой одно. Мы становимся одним целым. И процесс вот этот обожжения, процесс этот Богочеловечества, процесс Богоявления, это самый благословенный процесс. Это самая благословенная жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Уже не я живу, живет во мне Христос. Тело Христа. Кровь Христа. Аминь. Примите, пейте, ешьте. На здоровье. Аминь. 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 Плехаем за жизнь. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за все. Бог мой, святой, живущий во мне, живущий на небесах, живущий во всем, везде, всегда, вечно, живой, святой. Спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, драгоценный. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, дар Твой, за прощение, исцеление, освобождение, благословение все Твои. Благодарю Тебя. Благословляю моих братьев, сестер, благословляю сейчас свою семью, благословляю наших детишек, благословляю внуков наших во имя Христа Иисуса. Аминь. 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 А все для рожденные в этот мир дети, это воля от Бога явлена. Ну, без Бога, как говорится, не до порога, без Бога ничто не может на этот мир родиться вообще. Мы им живем и движемся, существуем. Да, благословляю всех новорожденных, вот, и свою внучку благословляю, первые дни жизни на этой земле, и благословляю ее во имя Иисуса Христа. Адар Гадасу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благослови, Боже, во имя Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе милую. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, мир всем вам. Благословляю всех вас, дорогие возлюбленные дети Божьи. С миром Божьим. Аллилуйя. Аллилуйя.